Большинство людей не понимают, как развиваться. Они не знают важность и ценность общения. Они не понимают, что неправильное общение является проклятием для человека. Люди думают, я проклятый или не проклятый. Если ты смотришь кабельное телевидение, значит проклятый. Кабельный, да, я зашибаюсь все время. Вот, ну то есть, если ты оскверняешься влиянием этой следы, в которой ты живешь, значит ты лишаешься силы. Вот женщины замечают, что, допустим, женщина должна общаться с подружками, чтобы женская энергия у ней пополнялась. Нужно, чтобы они вдохновляли любовью. Женщине нужна энергия любви. Она должна сносить все, пусть все, пусть все. То есть, вот они наполняются женщиной от женщин. Потому что женщина тратит свои силы на мужа, на детей. А пополняется она от Бога и от женщин. Женщины, когда общаются вместе, они наполняют силой. И от природы еще она наполняется. Вот. Точно так же, человек в целом, он наполняется или расходуется чем-то. Но если женщина общается с подружкой, подружка начинает сплетничать, она теряет силы в секунду. На следующий день... Я говорю о каких силах? О силах, которые дают счастье человеку. Вот, допустим, женщина пообщалась с подружкой, которая сплетничает. На следующий день она рано утром встать уже не может. У нее нет сил. И даже в этот день она что-то хорошее, доброе запланировала, она уже не может это делать. Потому что силы кончились. На сплетни. Сплетни все разрушают силы. Забирают силу у человека. Ну, то есть, как бы, надо бояться этих вещей. Нужно внимательно следить за своим общением. С кем ты общаешься, как. Часто бывает, человек слушает лекции кого-то. И это может быть неблагоприятным общением. А может быть благоприятным. Неизвестно. Человеку очень трудно понять. Если бы у нас был выбор, и если бы мы были много, имели возможности слушать лекции духовные разные, то тогда бы было все видно и понятно. Если выбора нет, тогда очень сложно разобраться, кто есть кто. Но так или иначе, нужно понять, что надо в этом разбираться. Потому что, когда человек искренне кого-то слушает, он таким становится. Вот кого слушаешь, таким становишься всегда. Вот если, допустим, вы слушаете лекции, человек говорит, я как бы веды изучаю. А сам речь жаргонная такая, на понтах, там какие-то шутки пошлые. Не слушать таких людей. Это опасно. Часто люди пользуются ведическим знанием для того, чтобы просто себе популярность сделать. Им наплевать на людей. Несильно им люди нужны. И видно такого человека. Он гордо себя ведет перед людьми. На понтах все время. Будьте осторожны. Внимательно смотрите, кто вам дает знания. Никогда не уходите из своей веры. Никогда не отказывайтесь от отношений со старшими в своей вере. Иногда старшие бывают строгими. Иногда у них бывают ошибки. Например, старшие могут ругать другие веры. Это нормально, потому что они хотят вас оставить своей. И не нужно как бы сильно на это злиться. Нужно всегда прощать старшим их недостатки. Если это искренние люди, которые идут к Богу. У каждого человека есть недостатки. Всегда надо прощать недостатки. И лучше получать наставление у тех, у кого больше хорошего, меньше недостатков. Но уважать всех, кто идет к Богу. Не надо критиковать. Но самое главное, поймите, что у нас есть друзья, есть знакомые, родственники, которые предлагают нам выпить, поговорить о чем-то пошлом и так далее. И мы думаем, ну это же родственники, я не могу отказаться от этих отношений. И это неправильное мышление. Человек не обязан выпивать с родственниками. Это не то, что Бог любит. Вы знаете, в этом мире есть правила и законы. И эти законы и правила, все, вот если вы проанализируете, они все одинаковые. Есть одно только основное правило. То, что Бог любит, это хорошо. А то, что Бог не любит, это грех. Вот когда человек выпивает хоть с кем, это грех. Бог этого не любит. Или человек критикует там кого-то, постоянно пена изо рта идет. Это грех. Не важно, кто это говорит. Понимаете? То есть, есть вещи, которые Бог любит, а есть вещи, которые Бог не любит. И мы должны делать то, что Бог любит, а то, что не любит, не надо делать. Хоть это родственники, хоть друзья. Нужно принимать решения. Я, допустим, друг мой не хочет общаться на добрые темы. Тогда не надо с ним общаться. Потому что все действует через память. О чем я помню, то в меня и входит. Допустим, я начал критиковать с кем-то кого-то, в меня вошли злые силы. Это неосознанно происходит. Или я начал, допустим, хорошо о ком-то говорить. Меня добрые силы вошли. А если я как бы о святыне постоянно разговариваю, о святых вещах, то тогда вообще это благодать Божья входит в меня. Понимаете? И жизнь меняется в результате полностью такого человека, который говорит о возвышенных вещах, о каких-то. Поэтому самое главное в жизни человека – это его общение. Нужно наладить общение с природой. Нужно учиться видеть ее в чистоту, красоту. Потому что от этого зависит здоровье. Нужно наладить правильное общение с людьми. Не смотрите всякие сплетни, новости. Вот эти вот сейчас новостями поддерживаются настроение страха у людей в сознании. Страх всегда разрушает. Там плохо, здесь плохо, это все плохо. Почему бы не писать новости там, там в Никарагулу спасли девочку, там еще где-то там накормили кого-то, там сделали какой-то подвиг, совершили. Почему об этом никто не пишет? Пишут все о том, что плохо. Потому что это люди на страх больше реагируют. Это бизнес. Чем больше мы пишем о страхе, тем больше зарабатываем денег. Потому что все реагируют на страх, все в страхе живут. Это деятельность ложного эго. Но когда мы делаем добрые дела, то есть мы делаем людям то, что пишем, что приносит им счастье. Вот я помню в Советском Союзе, я одну только передачу запомнил. Только одну. Из всех передач в Советском Союзе. Передача называется «От всей души». Слышали такую передачу? Там просто ведущая прославляла людей. Вот она рассказывала про жизнь человека, всю передачу, как он жил, какой подвиг он в жизни совершил. И все рады, все хлопали, всем нравилось, как вот человек прожил свою жизнь. Понимаете? Такая передача классная. Но почему бы сейчас не сделать такую передачу? Что им мешает сделать такую передачу? Вы понимаете, делают так, что сажают родственников, они начинают орать друг на друга, начинают разрушать отношения. После этих передач люди разводятся, лишаются судеб. Эти ведущие, которые так делают, они проклятие получают. Потом у них там кого убили, кого повесили, кто зарезался, у кого семья там разрушилась. Это результат вот таких передач, понимаете? Что показывает, что такая жизнь у тебя становится. И люди живут в ужасном невежестве, не понимая, что это все разрушает их жизнь. Человеку ничто не мешает начать искать правильное общение, потому что правильное общение редко в этом мире. Это не просто найти хороших друзей, не просто найти хорошее общение. А когда человек не нашел хорошее общение, ему рассчитывать на хорошего супруга бессмысленно. Потому что где общаешься, того и получаешь. Если с уголовниками общаешься, ты себе монаха там праведника не найдешь. Значит, за уголовника выйдешь. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, видишь это все в последний раз. С кем общалась, такое получилось. Поэтому, мои хорошие, я эту лекцию посвятил самой глубокой и тайной теме. Это тема среды, в которой человек живет. Когда растения выращивают, самое главное правильно подобрать почву и правильно подобрать воду и свет, количество света и растения дальше растет хорошо. Любое. Даже если семечко было слабое, у него нет сил, но правильно почва, вода и свет. И все растет. Хорошо растет. Так и человек, если он живет в неправильной среде, и общение неправильное, он разрушает свою жизнь. Никто не заставляет человека близкие отношения иметь с родственником, который живет в невежестве. Он там пьет, там развратом занимается, издевается там и так далее. Никто не заставляет. Можно жить отдельно или с ним жить, но не сильно близко вступать в отношения, молиться за него, исправлять человека. Но не надо входить с ним близкие отношения, потому что этот человек ничего не может понять в этом состоянии. Когда человек находится в невежестве, в него знания не входят, он не может услышать знания. Даже человек в страсти, он занят тем, что деньги зарабатывает, ему тоже знания в него не войдет. У него может войти знания, если он пострадал. То ему плохо стало в жизни, он уже думает, что делать дальше, может на лекцию сходить. Начинает менять свою жизнь тогда. А так ему ничего не интересно было. Потому что люди в невежестве, они считают людей обычных, которые деньги зарабатывают, они считают их дураками. Говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Не считают все, кто работает, это люди как бы неразумные. Вот мы разумные, мы не работаем. А благости люди, которые к вере стремятся, это так вообще для них это еще больше дураки. То есть они вообще какие-то повернутые мозгами. Так считают эти уголовники. Люди в страсти тоже считают, что уголовники это деграданты. А люди в благости это сектанты. Люди в благости тоже как бы думают, это неправильная жизнь в страсти и в невежестве. Они все, вот эти три слоя, они разделены. И в зависимости от того, в какой слой человек попадает, так он живет. Если человек живет в страсти, то есть его цель деньги, то тогда ему запрещено развиваться духовно. В этом слое ему говорят, слушай, ну ты что, ну немножко выпивать можно. Это уже как бы дебилизм вообще, ну ты посмотри на себя. Ты в компании нормальной находишься, нормальных людей, а ведешь себя ненормально. Они говорят, давай как бы, ну тоже мясо, ну хорошо, ты как бы хочешь, ну хочешь, допустим, меньше мяса, да? Ну ешь меньше мяса, но если ты в компании, ну что, ну тебе горничек чуть-чуть налили там, ну что ты паришься? Давай как бы, не надо фанатизма вот этого, ну уважай людей вокруг себя. Люди в невежестве говорят, а что ты к мужикам пришел, а как бы бабы нету. У меня есть один знакомый, высокопоставленный человек, и как бы ему надо с ними решать со своими, ну надо решать вопросы, связанные с управлением. И решать будем в бане. Он пришел в баню, ну говорит, а где баба твоя? Мы все с бабами. А твоя баба где? У тебя телка есть, нет? Он говорит, нет. Ну а как ты тут собираешься? Мы все будем вот так, а ты вот так что ли? Он говорит, ну а как вы хотите здесь в бане решать вопросы? Я пришел в баню, ну давай мы тебе сейчас вызовем телку. Он говорит, а я не хочу изменять жене. Понимаете, то есть ситуация такая непростая. Ну и потом он вышел из этой ситуации, они поняли, что у него другая жизнь, но они, каждый из них выбрал, будут они с ним дальше сотрудничать или нет. Кто-то остался, кто-то нет. И слава Богу, все, кто не остались, они потом и видно, что с ними не надо было ничего делать. Ну то есть, понимаете, у человека всегда есть выбор в жизни. И влияние среды огромное. Когда человек переходит в благость, начинаются трудности. Почему? Потому что надо как-то объяснять людям, почему ты так живешь. Вот смотрите, это почему так, я сейчас вам объясню. Потому что разум человека, он всегда по-разному существует. Вот у людей, допустим, которые деградируют, у них разум деградирует. Деградация означает, это все движение разума. Все зависит от разума в нашей жизни. Вот разум деградирует, допустим, у человека. Все понимают это. И все говорят, с этим не связываться, смотри он как живет. Разум деградирует. Но самое удивительное заключается в том, что когда разум начинает деградировать, происходит то же самое, все пугаются. И это правильно. Потому что опасно, что с человеком будет дальше, никто не знает. Вот его куда-то понесло, он начал меняться, а куда его принесет, не знает. Потому что есть много примеров, там всякие есть секты, которые там сжигают людей, там бросают жен, там еще что-то так, всякие страшные истории рассказывают. Это все правда. Но опять же, откуда берутся эти истории? Потому что человек, он слепо верит. Он не получает знания, не по знанию развивается, а просто вот он просто поверил кому-то и пошел, потому что ему надоело так жить, как он жил. Понимаете? Нет знания. Если ты изучаешь, как правильно жить, ты никогда не попадешь в засаду. Ведь цель это знание, а не течение какое-то духовное. Цель самознания. Какое ты течение выберешь, это уже твое дело, что тебе больше нравится. Но цель знания. Научись жить правильно сначала, пойми как правильно. Бросать жену неправильно. Деньги свои отдавать кому попало, там, он говорит, я духовный человек, давай мне все свои деньги, я позабочусь о них. Это неправильно, запомнили? Квартиру свою отдавать там на духовный цель, неправильно, запомнили? Если женщине говорят, я твой наставник и муж, тоже неправильно. Наставник, когда он берет жену, допустим, он не женат, и она не женат, она получала от него наставление. Когда он становится мужем, он уже не наставник. У них равные отношения. Она тоже может ему наставление сказать свое в этот момент. Женилась, я уже не наставник. Видите, это знание. Когда знание применяется, то можно разобраться во всем, что где не так. Ругать чужие веры неправильно. Но если в вере нет священного писания, нет старших, нет последовательности ученической, если в вере нет святых, то это не настоящая вера. И если в вере нет Бога, много богов есть, или Бог это свет просто, значит, это неправильная вера. Бог это кто? Личность. Она по-разному описывается. Мы знаем эту личность, некоторые говорят, мы ее не знаем, некоторые говорят. Не важно. Важно то, что Бог это личность. Если я личность, а Бог не личность, то получается, Бог хуже меня. Я себя осознаю, а он нет, бедный. Ему не повезло. Бог это Бог. Он лучше себя осознает, чем мы. Победа над судьбой неминуема. Поэтому цель человеческой жизни это привязать свое сердце к святости. Ищите святых людей, ищите святыни, ищите святость, свои веры, ничего не меняйте. И меняйте жену, страну и веру. Ничего не меняйте. Просто ищите настоящее. И тогда жизнь поможет достичь совершенств. Человек должен, человек призван развиться. Он призван побудиться, чтобы его сознание увидело всю глубину этой жизни, этого мира. В этом цель человеческой жизни, а не в том, что просто решить свои проблемы, которые сейчас гложет тебя. Нет жены, нет мужа, нет детей, нет денег, нет квартиры. И человек мучается, думает, что это и есть самое главное в его жизни. Но когда он копит благочестие, когда он молится, делает добрые дела, желает всем счастья, просит прощения, прощает, кормит птичек, людей, всем помогает вокруг, заботится обо всех, не смотрит всякую дрянь по телевизору. Когда он живет чистой и праведной жизнью, то его благочестие копится очень быстро с каждым днем. Когда его благочестие копится, оно меняет его характер, отношение к людям, дает ему проницательность, понимание, как правильно жить, разум, силу, выносливость, веру, твердость, духа. И так меняется его социальное положение в обществе. Он находит все другие, новых друзей, находит новую работу. Есть последовательность вообще, как благочестие меняет жизнь человека. Сначала человек меняет свою собственную жизнь, он начинает жить по-другому. Потом человек встречает хороших друзей, которые закрепляют его успех. Они уже как бы говорят, ну ты чего, ну так не надо жить, мы теперь так вот живем. Закрепляют его успех. Потом дальше, после того, как он нашел друзей хороших, меняется его работа или отношение к работе. То есть счастье больше на работе наступает, в деятельности. Потом, после работы, меняется личная жизнь. У человека появляется больше возможности жениться, выйти замуж. Потом, когда изменилась личная жизнь, начинаются меняться дети. И только потом родители. А если уже родители начали меняться у вас, значит, все, что нужно, вы уже сделали в жизни. Вы все уже поменяли вокруг. Но если человек не меняется, он ничего не меняется. В Индии есть много людей, которые просто носят кирпичи на голове. Если их спросить, ну зачем вы так живете, они говорят, мы не образованы, мы не знаем, как, ну как бы, больше ничего не знаем, что делать вообще. Нужно только носить кирпичи и не носить. У нас два варианта есть. Вот смотрите, теперь я вам на примере вот этой же Индии покажу, как человек меняет свою жизнь. Среди этих людей, которые пашут в полях целыми днями или носят кирпичи, находятся более разумные люди. Которые не то, что они перестают кирпичи носить, они идут в монастырь просто. И думают, да нафиг нужна такая жизнь, лучше я для Бога буду жить. И они начинают жить для Бога. Там, когда они живут в этом для Бога, в храме, им дают образование. Они начинают собирать пожертвования у богатых людей, начинают с ними знакомиться. И я знаю много, не одного, а много-много таких ребят, девчат, которые вот пошли в монастырь, пожили там, развились как личность. И потом, представьте, человек из этого поля вылез, там вообще как бы у него все родственники там до сих пор в лесе в этом копаются. Он через 10 лет решает жениться. Ему находят порядочную девушку, хорошего, из хорошего рода, потому что он сам развился уже как личность. Находят хорошую работу, знакомые его друзья, потому что они видят, он возвышенный человек, он не подведет. Он получает уже хорошее знание, он знает жизнь, потому что он много, он уже наставник, он со многими людьми общается, дает знания. И он начинает совсем другую жизнь через 10 лет. Вот представьте себе, если бы он 10 лет в поле ковырялся, чтобы он таким человеком стал от этого? Нет. А что вы думаете, только в Индии так бывает? Я знаю много примеров так же и в России. Когда люди идут просто, живут в монастыре там, развиваются как личности, потом уходят в мир и начинаются развитыми людьми. Я вам не предлагаю же осветить монастырь. Я вам предлагаю, не меняя ничего в своей личной жизни, начать молиться каждый день, двигаться, бегать, закаливаться, любить природу. Я вам предлагаю поменять свою жизнь изнутри. Результаты будут потрясающими. Вы даже не надо долго ждать, не надо 10 лет ждать, потому что за 10 лет у него коренные изменения в жизни произошли. Вы представляете, из грязи в князи, как бы это очень сильно. А там, допустим, чуть-чуть поменять свою жизнь, там человеку много не надо, чуть получше работа, там чуть получше жилье, и его уже все в принципе устраивает. Это все быстро произойдет, просто потому что человек развивает себя как личность. Некоторые люди дают тренинги по личностному росту и рассказывают, как бабки зарабатывают хитрые. Не слушайте этих людей, они просто на вас зарабатывают эти деньги. Личностный рост не означает быть более вертким, понимаете, и всем улыбаться ходить. Личностный рост означает более глубокое понимание жизни. Вот когда человек понимает, что такое молитва, это называется личностный рост. Если он понимает, что такое совесть, это личностный рост. Если он понимает, как правильно кушать, как правильно прощать, как правильно жить в семье. Причем интересно знать, что если человек ходит на какие-то тренинги и приходит домой варежку на жену развивать, а там он такой святой, на тренингах он святой такой, приходит домой варежку на жену, ты у меня не святая, значит это просто лицемерие. Настоящий тренинг говорит, Олег Геннадьевич, где поучиться? Поучитесь дома. Вот у вас есть экспонат, тренировочный экспонат, ваша собственная судьба вам дала экспонат специально для вас, такой как надо. И вот на нем тренируйтесь. Вот это будет самый лучший способ вообще тренировки, потому что все естественно абсолютно натуральная тренировка, все приближено к реальности на 100%. Одна девушка подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, какой толк, он пьет, изменяет там, какой-то смысл с ним жить. Я говорю, а он хочет с вами жить? Он хочет. А я не хочу. Я говорю, вы знаете, есть один смысл, но поймете вы этот смысл или нет? Она говорит, ну давайте говорите, какой смысл. Я говорю, смысл такой, что это самый лучший способ вам потренироваться. Изменить свою судьбу. Самый лучший способ. Вот прямо идеальный способ. Представьте, если вы сможете и этого человека изменить, то вы станете мудрецом. А если вы его бросите, лучше все равно и Бог ничего не даст. Потому что что есть, то есть. Ты же тебя не вспоменяешь. Но я попробую. И я ей сказал, вы не попробуйте, а так делайте. И я знаю примеры, даже не хочу рассказать некоторые из них. Потому что Бог так сильно защищает человека, который достоин. Никто не имеет права нас дать страданий, если мы уже их недостойны. Никто не имеет права. Я знаю одну девушку, одну женщину. У ней муж и сын. Она за них всегда молилась. Они всегда, они издевались. Ну тяжелая у нее судьба, совсем тяжелая. Она всегда молилась. Всегда терпела, прощала, служила, заботилась. Строго себя вела. В общем, делала все как надо. Но они не менялись. Они ее били, издевались над ней. Били там, гуляли. Что только они вытворяли, короче. У нее больше в жизни никого не было. Только муж и сын. Все. И она описывает свою жизнь. Она рассказывает, что в какой-то момент я почувствовал облегчение. У меня в сердце стало спокойно, что скоро все будет хорошо. Потом дальше, когда я начала им говорить, поменять свою жизнь, у них включалась совесть. Они начинали как бы чувствовать, что они не правы. Но они при этом не соглашались меняться. И в какой-то момент она почувствовала, что скоро закончатся ее страдания. Но они при этом не захотели меняться. Это крайний случай. Не захотели меняться. Хотя уже она победила свою судьбу. И им Бог дал предупреждение в виде несчастного случая. И они все равно не захотели меняться. В результате они погибли в автокатастрофе оба. И муж, и сын. Она, конечно, не была счастлива от этого. Но Бог ее избавил от этих людей. Не положено, не положено. И все. И дальше Бог ей дал хорошего мужа. Дальше новую семью, новую жизнь. Все. Это о чем я говорю? Не волнуйтесь. Если вы думаете, что как бы вам уже положено что-то лучше, а Бог не дает. Не волнуйтесь. Бог за всем следит. Он знает, кому что положено. Приходит время, если человеку положено что-то лучше, сразу он получает лучше. Сразу получает. Ни одной секунды ждать Бог не будет, если уже положено. Ни одной секунды. А если не положено, надо дальше как бы идти в период сражаться за свою жизнь. Очень сильно помогает в борьбе за победу, за свою судьбу память. Память надо включать разными способами. Память о Боге. Это победа над судьбой. Надо вешать картины святых людей у себя дома. Это вызовет протест сразу, жуткий у всех родственников. Пытайтесь, как можете, выживайте. Не дают вешать в квартире, значит, тогда в свои блокнотики кладите. Не дают, чтобы святую музыку включать дома, значит, тогда включайте в своих наушниках. На работе в одно ухо вставляйте духовную музыку, а в другом слушайте, что делать. Ну, то есть, из работы не выключайтесь, из процесса, но при этом фон поменяйте свой, фон, атмосферу свою поменяйте. Заставьте свою психику вариться в благостной атмосфере. Сначала это будет тяжело, потом привыкнете, потом не захочется уже назад. Все самое хорошее человек быстро принимает, и назад не хочется уже дальше возвращаться. Когда готовите пищу, особенно включайте духовную музыку, потому что как пища несет в себе сильно судьбу человека. Если вы готовите пищу с духовной музыкой, даже, может быть, не ту пищу, которой хотелось бы, все равно она становится чище. Один мой знакомый провел эксперимент. Он никак не мог бросить пить, но он уже начал молиться. И он знал, что все, что в себя употребляешь, нужно сначала освещать. И он решил освещать водку. Ну, потому что, как бы он не мог неосвященную пищу принимать, надо было пищу по-любому освещать всю, а без водки он также не мог жить. И он начал освещать водку. И оказывается, освещенная водка – это самое лучшее лекарство, чтобы не пить. Потому что он выпивал освещенную эту водку, его начало рвать. Он выпивает освещенную, его опять рвет. И так он не смог выпить. То есть, у него, он ему пришлось бросить пить, потому что его рвало от освещенной водки. А не освещенную он не мог пить. Так он победил в себе пьянство. Начал водку освещать, и все, как бы. Ну, я вам не рекомендую именно этот метод. Я не знаю, как у вас получится, но он искренне освещал. Потому что Бог туда зашел в водку, а Дух вылетел в результате. Вот и все, и в результате эта водка его заставила перестать пить. Такой случай интересный.